всем привет мои зайчаточки мои гости моего канала мои подписчики и сегодня у нас с вами еще один день моих прогулок к сожалению сегодня день начался не очень хорошо ну как бы и хорошо и нет как бы у меня были уже сегодня планы на сегодня но с утра позвонила свекровь сказал то что чтоб я уже шла домой хватит гулять вот то что там тоже не устали и хотят домой конечно это было немножечко не очень приятно потому что у меня был уже сегодня план то есть уже все встретиться женька женька вместе там погулять все то есть вчера вечером сказала же они там пойду не пойду не знаю ну может быть приду а им он сказал то что я не хочу но они подумали ладно тогда вот как бы планировал думаю погуляю вечером хотела на набережную короче вообще такая запутанная история получается вот но я так расстроилась думаю ну вот сегодня вечером уже не погуляем все потом подумала думаю они хотели все равно в субботу уезжать думаю ну позвонила говорит давайте в субботу поедете я с утра подъеду такая разница мне все равно завтра с утра вставать на дачу и подумала что завтра с утра там в 7 утра пройтись по холодку по улице когда нету людей когда еще холодно не знаю я что-то прям так захотелось пройти по улице в 7 утра думаю я так давно уже не гуляла думаю интересно как же там на улице в 7 утра когда тишина суббота все спят холодно еще так приближается дело к жаре думаю мне стало даже интересно вот ну она согласилась ну ладно а сегодня еще пойду добавлю сейчас пойдем снова с вами в тот же вчерашний парк там пройдемся снова я поснимаю весь этот парк блин он такой классный такой красивый вообще там так классно и уже даже вечером это вот солнышко там проникает между деревьев боже это так красиво это были не вчера даже захотела честно говоря рисовать сесть думаю и рисовать дам блин ну почему я не взяла с собой краски альбом дам блин это так классно ну ладно ладно дима пойдет скоро в садик мы с вами будем уже ходить какие-то небольшие пленеры делать рисовать может быть там что-то такое вот вот короче так на сегодня план мы идем с вами в этот парк снова его весь обходим гуляем и потом идем на набережную на набережной тоже погуляем не знаю может быть возьму с собой купальник с собой на наверное его скорее всего возьму купальник и там не знаю буду ли я купаться крыси вода конечно как всегда ледяная вот женька будет там сегодня загорать мы с ним встретимся тоже по загораем рука устает что же такое вот вместе с ним по загораем посидим посидим вернее сначала посидим на набережной на волге на пляж на пляже посидим потом мы пройдемся по набережной я хотела еще встретить закат вот встретить закат и потом уже пойти домой вот хотела конечно еще вчера встретить закат от play как-то заказ записать через фонтан вот этот вот огромный, шикарный фонтан, как-то солнышко садится но вчера вечером я уже начала засыпать мне очень сильно хотелось спать что ж такое, не держится камера у меня в руке вот, хотела уже очень спать, я плохо спала прошлую ночь вот, из-за того, что меня помотали нервы вот, короче так вот, и мы там еще запишем, погуляем с вами немножко сегодня последний день, а завтра вы уже увидите Димочку и завтра мы уже поедем на дачу на дачу поедем на выходные будем уже на даче, уже снова начнется моя рутинная жизнь снова, конечно, ребенок это здоровый я очень счастлива, что у меня есть ребенок но устаешь, устаешь все равно, конечно, хочется лишний раз лишний день вырваться погулять, походить даже просто спокойно, вот, спокойно выйти, спокойно гулять то есть, нигде ничего не обращаешь внимания там, куда побежал, не трогай это не бросай, не бросайся песком там, это, это, все равно, конечно от этого всего устаешь вот поэтому пойдем гулять вчера, кстати, были мамочки гуляли с детишками и то есть, у нее сидит ребенок в коляске ну, где-то около годика, наверное может может побольше ну, где-то около годика, да и она идет настолько уставшая просто уставшая там одела, там, непонятно, что что первой, там, под руку попалась там, одна была какой-то не знаю, это мало похоже на платье это больше было похоже на какую-то сорочку просто вот надела вот то, что было попалась под руку то и одела я такая уставшая, там, ребенку год она уставшая я вспомнила себя ровно год ну, Диме было 10 месяцев я уже создала ютуб-канал и там Диме а, нет, подожди, стоп я создала канал Диме было 3 месяца я чего-то там снимала какие-то обзоры все такое а когда Диме было 10 месяцев я начала снимать влоги вот ну, хотя они там выходили у меня не так часто но выходили то есть, в принципе я с ребенком уставала плюс еще канал который нужно развивать я думаю, блин я все равно старалась держалась я не была такая уставшая мне кажется по мне было не видно я все равно всегда шла и разговаривала еще параллельно с ребенком ну, у меня это всегда есть остановишь коляску покаешь а вот там собачка а вот там это а вот там это обязательно там, что толку просто идешь и везешь ребенка нужно ему еще что-то показывать собачка да, собачка там какая красивая там, тяпа-тяпа вот то есть, еще добавок вот так так, сколько мы с вами уже на болтаре 6 минут опять ролик получится длинный все, давайте идем гулять сейчас вы увидите где я окажусь где же, где же, где же где же опишите пока в комментариях где я сейчас окажусь хотела еще вам показать денежное дерево смотрите, какое мало оно тут вдруг чего-то разболелось все листья побросало растут здесь новенькие мама так испугалась и бабуля ей дала другой денежный сейчас я его тоже покажу смотрите, какой у него ствол тут тоже маленькие-маленькие листочки много-много-много и тут прям такой прям ствол такой я помню, знаете, в детстве у нас был детский клуб там бесплатно ходишь платишь только за материалы которые используют учителя и там тоже было денежное дерево у него был ствол ствол, наверное, вот такой он, знаете, был вот так из горшка и вот так вот шел вверх как тут сейчас покажу вот так вот какой-то, знаете, прям на бок такое дерево ну такое красивое чувствуется старое большое такое как будто ему лет сто вот здесь тоже мечтала тоже свое иметь денежное дерево чтобы оно так же под наклоном росло и что-то было такое сказочное необыкновенное корни даже вон видны вот но нет каждое свое дерево мама растила именно вот так вот то есть вот он идет ствол сейчас я покажу и от него три листочка так, где он опалится один два три причем первые листочки когда вырастают отрубаешь вырастают потом новые и их уже оставляешь не помню может быть это тоже самое дерево может быть это уже которое 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 вот он все посбрасывал но я смотрю у него новенькие вот растут новенькие сейчас я покажу вам то дерево так это другое смотрите как у него лист огромный у него просто гигантский лист вот мой палец мой палец где-то 7 сантиметров где-то 8 сантиметров где-то 8 сантиметров где-то 8 сантиметров где-то 8 сантиметров какие они у них офигеть длиннющие вот он растет смотрите прикольно еще тут маленький листочек у меня вот кстати нету денежного дерева у меня долларовое дерево и авокадо листочка тут вот фиалочка она кстати еще неделю три назад она так цвела столько было прям цветочков вот но мама согласилась отдать скорее всего мне может быть она у меня решит зацвести потому что я хочу что-то какое-то такое цветущее растение и здесь у мамы растет этот смотрите какая маленькая лапочка смотрите как его господи в комментариях напишется нет не вспомню все а этот удивительно главный фиалка его нельзя поливать сверху то есть водой сразу листочки портятся его там каким-то образом вывели то есть он не жил на улице каким-то образом если он на улице жил он все время погибал потому что дождь хотя не знаю если уличный дождь но тоже наверное и интересный момент то что можно просто отрезать листочек поставить его там в водичку или в землю сейчас там не знаю и от листочка может вырасти вот такое целое растение удивительно просто просто удивительно ну и поливать конечно его нужно аккуратно чтобы не попадать на листочки что только не придумают так 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 Продолжение следует...